С начала спецоперации в России появилось так называемое движение Z. Россияне клеят латинскую букву на свои автомобили, одежду, проецируют на зданиях и даже наносят на куличи. Спустя два месяца из неофициального символа спецоперации буква почти превратилась в госсимвол, за осквернение которого грозит срок. Как в Минобороне объясняют значение этой буквы и для чего мог понадобиться символ спецоперации, в этой теме разбирался мой коллега Дмитрий Шхузин, он в студии. Дима, а что с этим символом в нашем городе? Катя, в нашем городе уже давно можно было заметить автомобили с наклеенными буквами Z и V. Эти же символы еще в марте проецировали на здания театра Пушкина, правительство Край и другие административные строения. Позже наклейки массово появились на машинах скорых и полицейских у нас и в других городах России. В Минусинском драматическом театре артисты сняли целый ролик с символикой Z и V. В нем актеры сперва рассказывают, что у них есть украинские, белорусские, немецкие, финские, татарские корни, а после поют песню «Под окном черемуха колышется». Похожая ситуация сейчас по всей стране. Помимо наклеек на автомобили уже появилась одежда с этой символикой и даже куличи. Вообще изначально латинская буква Z действительно появилась на российской военной технике. Многочисленные кадры с бронетехникой выкладывали очевидцы в интернете. Тогда же начали выдвигаться различные версии, что это может означать. Одни считали, что буква Z на военной технике означает западный военный округ. Была, кстати, и буква V. Это, по мнению специалистов, означало восточный военный округ. Министерство обороны каких-либо объяснений этой символики не давало. При этом у Министерства обороны до сих пор есть действующий аккаунт в Инстаграме, признанный в России экстремистской организацией. Там ведомство публикует лозунги, связанные с этими буквами. Там, например, буква Z, по их данным, означает «За победу», а V – «Сила в правде». Председатель Краевого управления общества боевого братства Иван Воробьев рассказал нам, что одной из версий изначального появления букв на технике могла стать схожесть военной техники двух стран. Я полагаю, это было необходимо для того, чтобы можно было отличить бронетехнику, любые другие виды техники. Соотношение свой-чужой – это как символы, которые помогут определить на поле боя, кто является своим, кто является противником. В данном случае нанесение таких символов тоже было бы абсолютно логичным. Мне кажется, это правдоподобным такое решение. Z как запад и V как восток. Стоит отметить, что буква Z стала символом победы и поддержки не для всех. Одна громкая история, которую бурно обсуждают в сети, произошла в Тульской области, в городе Ясногорск. Там женщина сорвала Z, приклеенные на окна детского сада, куда ходит ее ребенок. Все это время женщину снимали на видео сотрудники детсада и предупреждали ее об ответственности. Снимайте. Нет, если вы сейчас тронете вот это, это оскорбление символа, я вас предупредила сразу. Не останавливайте, Елена Николаевна. Пожалуйста. Я во всех группах это сняю. Пожалуйста. Я имею полное право пройти в группу к ребенку и это снять. Абсолютно полное право. Дети, извините. Я имею полное право снять все это со всех округ. Вот, пожалуйста, осквернение. Это не осквернение. Осквернение символов. Осквернение детского сада. Нет, осквернение символов нашего государства. У нас где-то в Конституции это записано? А вы разберетесь с полицией. У нас где-то. И с компетентными органами. Где это вам объяснят все? Телеканал Первый Тульский сообщает, что женщину с видео оштрафовали на 48 тысяч рублей по новой административной статье дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Второй такой поступок для женщины может закончиться тюремным сроком до 15 лет. Еще одно заявление, но уже госдеятели также бурно обсуждают в сети. Экспрокурор Крыма, а сейчас замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская, в одном из интервью назвала «З» символом горя. По ее словам, буква символизирует трагедию как для России, так и для Украины, потому что в ходе конфликта гибнут солдаты с обеих сторон. Эта буква «З» символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит, что столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет. А где, вот, а зачем тогда на таких вещах изображать эту букву «З»? Непосредственный начальник Поклонской, глава Россотрудничества Евгений Примаков, осудил слова своей подопечной и пообещал сделать выводы. Вот что он написал в своем телеграм-канале. Проясняю, символ «З», которым отмечена наша военная техника, так же, как и «Ви», стали самым народным символом поддержки нашей армии, и сил освобождения стали символами самого освобождения Украины от очевидного зла. Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с использованием ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы агентства и государства, которые оно представляет, считаю приоритетными. Эксперты говорят, что хоть за осквернение символа грозит наказание, однако у многих россиян к нему до сих пор смешанные чувства, так как он появился слишком резко и спонтанно. Опасны символы, которые разделяют на своих и чужих собственный народ. Опасно вот это большое разделение. Если оно возникает, значит, есть угроза самому обществу. Желательно, чтобы у нас не было таких разделяющих символов, чтобы у нас были объединяющие символы. И в этом смысле, если такие случаи происходят, значит, что-то с этим символом не так. Желательно, чтобы наше общество становилось добрее, открытие, чтобы в нем меньше было агрессии, потому что мы сейчас живем в достаточно тяжелое время. Мировое сообщество уже также отреагировало на популярность этих символов у нас в стране. Часть европейских стран запретили использование подобных символов, а за появление этих букв на автомобилях или одежде даже может грозить наказание. Катя, у меня на этом все.